Так, аншабдуль, пока тут ждем выхода Deus Ex 2, пока очередной об этом украдут. Надо играть в предыдущей части, я думаю. Я пытался поиграть в самых первых Devils, это просто пиздец, как я в это и раньше играл, и это просто жуть. Даже вот этот вот, в 2003 году, который вышел, The Civil War, вторая часть, она и то убогая, крайняя. Кстати, вот что мы называем графикой 2003 года. Вот поганый вонючий бомж что-то там гонит, про которую графику 2003 года сравнивает. Ну, урод конченый, вот мы видим графику 2001 года, 2003. То есть, это графика уровня Xbox. Тогда, если как сейчас все делают под закосом под Xbox, то тогда делали тоже под закосом под Xbox, но еще и PlayStation 2. Хотя эта игра, по-моему, не выходила на PlayStation 2, на Xbox, только и компе. Вот. Потому что PlayStation 2 она бы не потянула вот такую же. Там только выходил первый Deus Ex. Вот. И тут тогда затачивались под Xbox игры. Но, в отличие от современных игр, где комп уже не успевает до сих пор уже за приставками, за это нормально не работают игры, тогда эти приставки действительно тормозили все игры, уродливыми делали, можно так сказать, как и управлению, как и всего тогда не было централизованной системы, там геймплея, геймпада Microsoft, который там и там работал. Все по-богому. Видимо, в игре совершенно отвратительный интерфейс, заточенный под геймпад. Ну, уже никак не меняется под это самое. Ой, какой юбич, посмотрите. Офигеть, Rock Draw. Ну, прикольный все равно. Да. Так что хотел сказать. Так вот, тогда игры все они, конечно, вот реально, вот тогда они тормозили все, приставки прогресс. А сейчас нет, наоборот. Шабдуль, вот. Блин, то есть текстура тут вообще HD качество тут. То есть, если в современных, они HD там разрешение, тогда разрешения высокого не было. Представьте, как только в Xbox, это и то в некоторых играх, в портах, там, в PS2, там, по идее, единицы игры было. Ну, при этом все и в три раза медленнее работало еще. То есть, высокое разрешение, из тех, приставок, кто только Xbox поддерживал. И то, так, для понта чисто это было. Так, итак, вторая часть, она начинается тоже с атаки террористов. Сука. Так, Эншабдуль, Эншабдуль. Тоже это атака террористов. Да, и самое примечательное, работает 3D графикой, очень хорошо работает, качественно. Покачественной, чем некоторые новые и другие игры, уж тем более, чем Deus Ex, Human Revolution. Потому что там, она не поддерживает 3D нормально. Хотя нет, а там какой-то, смотрите, в Deus Ex, Human Revolution, там режим есть 3D Interlacing, да? Там вроде нормально показывают, но это режим, по-моему, для какого-то особого телевизора, да? Либо для еще чего-то, но явно для нестандартного компьютера, не для 3D Envision. Потому что там вроде есть эффекты, они как бы не расслаиваются. А когда 3D Envision включаешь, они расслаиваются, ну то это недоработка. Возможно, там и как бы это для специальных таких новых мониторов, которые сами преобразуют 2D в 3D, то есть это без очков показывают. Да, вот там, сука. Нужен код, да. Было сложно делать обзор и еще искать и код. Блин, у меня было включено 3D, поэтому он, наверное, блячил видео. И, может, он вообще не записался. Да, ну это какие-то тогда бревна были. Вообще никакой анимации лицевой. Первая лицевая анимация на приставках появилась в Final Fantasy. По-моему, 10-ой, что ли, части? По-моему, да. И первая игра, где анимация на приставках. А на компе, наверное, она еще и больше появилась. Потому что все инновации идут с приставок. Так, вот. Короче, игра еще умудряется тормозить все 80 кадров. Еле-еле показывают иногда 100. Это в таких вот закрытых помещениях. То есть это просто жуть. Видимо, какой-то ограничитель стоит. То есть, собственно, железо на компе совершенно как бы не влияет на количество кадров в секунду, которые может изображать игра. Потому что как котят, так и программируют. А смысл и дело, чтобы играть в бестерне, у кого нет такой мотивации. Угу. Ну, смотрите, какие диалоги были. Какие сейчас диалоги все для Mass Effect. Так, и какие были тогда. То есть пишут прям конкретно фразу, типа, что он говорит, то и пишется. Да, офигеть. И только потом начали думать там, что все упрощенно делать. И... Велосекс совсем упростили. Там, и отвечаешь позитивно, негативно. То, что и надо, собственно. То есть, в последнем. Это, как бы, собственно, последняя часть вот эта, в которую играю. То, что та, это, как бы, это самое... Эээ... Так, как это называется... Самая, как бы, нулевая часть игры, короче. Меня всегда бесила вот эта вот хуйня. Вот, типа, киборги, да? А не видно, что они киборги, сука. Это, вот, хуевая еще как... Как еще со времен госэншалии, блядь. Я не понимаю, что это люди, блядь. Или у них мозги компьютерные, либо нахуй. Где там, сука, киборги, они нигде... Хуй их разберешь. Нормальная, блядь, киберпанк это, блядь, как в этом-то. Как вот в этом, Human Revolution. Что, блядь, видно, что металлические они. Сука, пиздец. Вот хуй раз бы, кто киборг, кто не... Меня всегда так бесило, сука, когда не видно это сразу. Так. Тут нам напали, напали опять. Сука, пиздец, а? Айш Абдуль. А, да, о, смотрите, патрончики. Да. Короче, движок Чифа, тут и игра выглядит как в Чиф, один в один. Deadly Shadows? Ну, что-то графика, она как-то хуже выглядит, чем в Чифе. Чё-то я даже не пойму. И один в один вообще игра себе напоминает. Чё-то даже у меня не такой же. Как я уже не помню давно играл. Видите, какие закрытые пространства, да? Тот, о чём я и говорил. Ммм. А в этом... Да. Так. Так вот, чё хотел сказать. Сука, вот. Блин, забыл. Закрытие пространства и какие большие Deus Ex наконец-то сделали нормальные. Большие проявления. Блин, я вас уверяю. Города в этой игре такие же, вот как вот это вот. Вот, вот что я говорил. Поганые раньше уровни делали, когда я делал обзор Deus Ex on Revolution. Что раньше делали ебучие, да? Лабиринты. И хуй поймёшь куда идти. Ничего не понятно. Ну, узкие коридоры, блядь, какой-то... Ой, блядь. Ой, сука, страшно. Чё делать-то, а? Блядь. Какого хуя? Вот в какого я ж... Они меня увидели, а? Ой, блядь, какое говно. Посмотрите на это, сука, пиздец, а? Ой. Чё, убили что ли? Сука, пиздец, какая лажа. И кто-то ещё будет там пиздить, что в Deus Ex on Revolution графика плохая. А я вам объясню, почему графика выглядит бледной, да? Потому что игра будет поддерживать 3D. Потому что это вшито прям в меню. Если это вшито прям в меню, она будет работать и на приставках. Но до этого момента, по крайней мере, было так. Точнее, блядь, скорее наоборот бывает. В 3D в компе вырезают опцию, в 3D как Black Ops вырезали, да? Тоже на приставку. Есть опция 3D, и всё идеально работает в 3D. В Crysis эта опция есть. Так. То есть это пиздец просто. И именно поэтому такая бедная может показаться графика Deus Ex. А сейчас же разработчики заявили ещё сами официально, что будет в 3D. И это стоит всё, ребятки. На своём места почему такая графика иначе было сделать невозможно. Что на компе, что на приставках. Потому что если сделано на компе, то вам надо будет комп как у меня, чтобы играть в неё. Можно было хоть как-то. А на приставках, вот если они изначально порезали. И в 3D будет работать нормально, ничего не тормозить и выглядеть при этом. А 3D лучше сделать 3D яговёной. Вот графика даже вот эта вот. Лучше чем в 3D. Вот это даже такая графика лучше в 3D, чем... Лучшая графика, но не без 3D. Блин, почему такой графон? Графон убогий, я просто поражаюсь. Реально сейчас же игра был же охуенный графон-то. Мне казалось... Сука, пиздец, они какие-то... Казалось, какие-то... Шрейдерными, блядь, сука, все. Сука, нихуя не видно, блядь, как в жопе, блядь. У бомжа. Пиздец, блядь, а? Сука. Короче, надо, блядь, привыкать к такому графону, что выглядит дико даже такое. Да главное даже не графон, а вся бездарность, с какой раньше делали игры. То есть, нахуй, люди вообще занимались, которые не понимают, что надо делать. Но я думаю, как бы и не обучал никто. Сука, блядь. Ни о чем не думаю. Захуячили бревна говорящего. Улберинт. Сука, кое-какие модели, блядь. Какой движок Unreal Engine 2.0. Это точно Unreal Engine. Вообще Unreal Engine это единственный движок, который раскрученный. Который все используют. Как бы больше других движков-то, собственно, и нету. Все как бы того. Либо свои пишут. Своих игр используют. Либо берут Unreal Engine. Этот самый дорогой, который... Вообще поэтому... Это не движок, а целый инструментарий для разработки готовых игр. И всего, на всех платформах. Сука, блядь, как... А, фонарик нашел, сука, пиздец. Так. Угу. Сука, куда же идти-то? Да. Смотрите, даже тени-теней нет вообще. А, нет, тени. Смотрите, тень реальная-то. Реальная тень, посмотрите. Хотя, это тут не важно, блядь. Но он все же расчистывается на схождение. Да. Фух. Аншалды, блядь, сука, блядь. Когда же выйдет эта полная, сука, украдут версию. Пиздец, охуенная игра, блядь. Это тут платновая часть. Сука, я же буду переигрывать. Я даже эту бету на максимальном уровне сложности. Никого не убиваю. Сука, слава богу, не дали обратно ехать. Тоб я поехал. Вот что я говорю. Вот самый отвратительный дизайн ебаных уровней. Раньше такой был. Всегда. Это дико бесит, сука, блядь. И Дюки-Ноки, в который уходит, там именно подобный дизайн. Вот такому. Полное уебочное говно. Пролезли. Аншалдоль. Пиздец. А ты как туда попал или другое, а? Вы же все клонированные, суки, а? И вот культисты, блядь. Тут, короче, по сюжету, какой-то вирус, как всегда. Кто-то батистует. Кто-то, блядь, сука, что-то отравляет. Сука, кого-то нападает. Я эту игру почти прошел, сука. Процент 80 там. До последнего города дошел. Вот как бы идет городами-то такими локациями. Ну и, сука, так же, как и в этом, блядь. Где-то в Шанхай должен лететь в последнем. В Теосе. А то это может забраться. Раньше такое освещение всегда было до выхода дома 3. Пиздец, а? Да он, вон, вон реле два же графики. Судя по остановке, снова снова отключается. Пишется опять, да? Какая отвратительная экран загрузки. Только тогда сделали, но и сейчас не открылили. Такие погано, ёбищи. Тупо скрин из игры. Ой, блядь. Тупо скрин из игры, блядь, ёбаная масса. Напись в фотошопе с фильтром, блядь. Обязательно с фильтром тень, нахуй. О, биомоды, биомоды, вот-вот-вот они как бы убого выглядели во всех этих частях предыдущих. Сука, что это, что это, блин? Я уже забыл. Ага. Ага. Да. Пиздец, биомоды, а? Сука, куда она их ставит? В жопу, интересно себе, сука. Отверстие покажите. Сука, блядь. Да. Сука, какие бревна ёбаные, сука. Блядь, как в тест-драйве Unlimited, блядь, в этом говне, сука. От которого педофил с бомжом тащится. Сука, пиздец. Это что, опять пришествие DJ Artifix, нахуй? Прилегно с глазами. Прям выстроганной. Сука, пиздец, а? Играющий в широкоформатное разрешение не поддерживает? Ну, конечно, почему его поддерживать? Это же для приставок разрабатывался. Камеры. Вы чё, хуели? Это же моя. Ой, блядь. Смотрите, прям разве всё интерфейс заточен под низкое VGA разрешение. Потому что в HD специально даже ни одной игры ты наиграл. Чтобы было GG Viol. Поэтому в этоммаре скажете с нами她 выглядел 13,000 и было дыпает 30 минут.